Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о некоторой логике, которая называется обратная логика. Предложение такое, давайте особо не спорить, не выяснять какие-то тонкости, потому что это такой концептуальный момент, который нужно ощутить, понять. Сама логика не разработана настолько, насколько она предполагает логические средства, всеформальные. Это некоторая идея, некоторый концепт, может быть, чуть-чуть больше проработанный, чем, скажем, идея абдукции Пирса, пересекающаяся с идеей абдукции Пирса. Я потом расскажу, что это такое. И основная цель создания обратной логики, или основной посыл для создания обратной логики, это была попытка внедрить противоречия в наше мышление, смириться с противоречием и попытаться создать хоть какой-то формальный аппарат для работы с противоречиями в мышлении. Традиционно в логике противоречия запрещено. Существует закон запрет о противоречии, что, в принципе, согласуется с нашим представлением о реальности. То есть в реальности стол не может быть одновременно белым и небелым. В этом месте одновременно не может стоять стол и не стол. То есть запрещено. То есть это наше ощущение запрета противоречия, онтологического, оно переходит в логическое запрет противоречия. И традиционно формулируется закон отрицания противоречия либо относительно высказываний, что некоторые высказывания и его отрицания не могут быть одновременно истинными, либо относительно предикатов, что одному логическому субъекту не может одновременно принадлежать предикат и его отрицания. И в большинстве логических систем закон запрета противоречия действует. И поскольку в некоторых системах логических из-за допущения противоречия следует все, что угодно, и либо в некоторых системах следует отрицание любого суждения. Поэтому изначально стояла задача, что логическая система должна исключить из себя противоречия. И наличие противоречия в системе, то есть если мы берем некоторую логическую систему, некоторую теорию, и если и А следует В, следует С, а из С следует некоторое противоречие, то поскольку противоречие, примененное к любому высказу, либо отрицает его, или может это все, что угодно, то считается, что эта теория неверна. При наличии противоречий. Считалось. И Гильбертом была поставлена перед собой задача создания логики математики непротиворечивой. И над этим многие работали математики и логики в начале 20 века, работали безуспешно. На данный момент проект Гильберта не реализован и не опровергнут. То есть сейчас неясно, можно ли создать непротиворечивую математику и логику, или нельзя. Есть, правда, некоторый такой звоночек в виде Терема Гёделя, который утверждает, что малом-мальски большие логические системы, логические системы, в конечном итоге, включает в себя противоречие. И доказать, что можно построить логическую систему без противоречия, я проверю, что нельзя построить. То есть сейчас нет этих данных у математиков и логиков. В свое время Винштейн предложил такое отношение к противоречию, что противоречие – это не приговор логической системы, а просто указание на то, что если мы А, В, С выводим, и пришло к противоречию, просто должны отсечь это направление и работать с этой системой полностью, как она работает в той мере, пока она не пришла к противоречию. И сейчас, если говорить о логических системах, так и поступают. Правда, появились некоторые пара противоречивые логики, в которых допускается противоречие, но запрещается вывод из противоречия. То есть противоречие присутствует, но запрещаются хоть какие-то выводы из противоречия. То есть нельзя сделать никакой вывод относительно существующих суждений в этих пара непротиворечивых логиках. Но ситуация с отдельно взятыми теориями, она вот сейчас такая, как я описал, что здесь запрещается развитие в сторону противоречия, и, скажем так, наличие противоречия – это всего лишь знак «стоп», куда дальше двигаться нельзя, но не приговор, логический приговор этой теории. Но мы знаем, что противоречия существуют все-таки в мире познания, в различных теориях существуют. То есть если мы возьмем одну теорию и вторую теорию, теория 1, теория 2, то в них есть некоторое суждение, скажем, «с», и в другое суждение отрицательное, и это является истинным в этой теории, это является истинным в этой теории. То есть наиболее яркий пример, когда приводят, это аксиомы прямых, что через одну точку можно провести одну или лишь одну прямую параллельную с данной, либо несколько прямых или ни одной прямой. То есть у нас есть некоторые суждения, которые истинны в каждой теории, но они противоречат друг другу. И если мы возьмем множество других теорий, скажем, квантовой механики тоже, теория, описывающая с помощью волнового механизма какие-то процессы квантово-механические, кратикулярного, тоже есть утверждение, что свет – волна, есть утверждение, что свет – карпускула. В данном случае я не касаюсь, как это на самом деле, но, по крайней мере, есть теории, в которых утверждается так или этак. И мы понимаем, что противоречие – это не только некий дефект теории, а некий обязательный элемент в познании. То есть если мы сейчас возьмем всю сферу научного познания, то мы найдем множество утверждений, которые противоречат друг другу, но они присутствуют в разных теориях. Есть еще один момент. То есть этот момент, который я называю парадигмальный уровень, на котором необходимо присутствовать противоречие. То есть необходимо присутствуют некоторые суждения, которые противоречат друг другу. Возьмем следующий уровень, философский. Философия, она рассматривает парадигмальный уровень как целое. Это уровень познания, всю сферу познания. И поэтому, если возьмем философию, то наличие вот этих противоречивых суждений должно входить в нее, в философию. И мы знаем, что некоторые философские теории включают в себя, инкорпорируют в себя противоречия. То есть, можно сказать, антиномия Канта, можно вспомнить традиционного Гегеля, в котором противоречие является не ошибкой, а основой теории. Вывод на данном этапе такой, что противоречия в отдельных теориях должны быть исключены. На парадигмальном уровне противоречия присутствуют в различных теориях, а на философском уровне они должны рассматриваться как некая познавательная данность. И при этом мы еще должны понимать, что противоречия на парадигмальном уровне являются не только нежелательными, а в некотором случае даже желательными. Потому что разрешение некоторых противоречий с теми же параллельными прямыми или с волновым дуализмом привели к появлению новых теорий, новых метаконцепций, которые... То есть, если касается геометрии, то появилась некая метатеория, в которой оба этих суждений являются истинными. То есть, мы в познании в своем уже имеем некое представление, что суждения, противоречивающие друг другу, в некотором образе, при некотором взгляде со стороны метатеории, могут быть истинными. И вот теперь переходим непосредственно к обратной логике. Для начала возьмем нашу историю с прямыми. У нас есть утверждение, что S есть P. P, где S это. Существует такое пространство, в котором через точку можно провести одну прямую параллельно заданной. Есть другое утверждение. S есть не P. То есть, существует такое пространство, в котором через одну точку можно провести несколько прямых параллельных заданных. То есть, у нас есть два противоречащих друг другу суждения. Предикатом здесь, субъектом логически является пространство. А предикатом является провести одну параллельную прямую, не провести одну параллельную прямую, просто отрицание. То есть, мы говорим даже сколько. И, зная уже, как это противоречие было разрешено в истории геометрии, мы можем предположить, что должна быть некая метатеория, которая что-то должна говорить о логическом субъекте. То есть, есть метатеория, в которой есть такое суждение. Пространство может быть с нулевой кривизной, пространство может быть с отрицательной кривизной, пространство может быть с положительной кривизной. То есть, в метатеории наш единый логический субъект, который здесь был пространство и пространство, распадается на несколько логических субъектов. пространство с нулевой кривизной отрицательной и положительной. То есть теперь мы можем сформулировать, что нам дает вот это разложение. То, что мы можем теперь сформулировать эти исходные суждения, как пространство с нулевой кривизной дает нам P, пространство с отрицательной кривизной дает нам не P. Значит, что в чем здесь обратно с этой логики? Исходно у нас имеется два противоречивых суждения. Мы предполагаем некое спекулятивное суждение, суть которого заключается в том, чтобы разложить логический субъект на несколько других субъектов логических. Чаще всего просто на два. И при этом из этого суждения должна следовать истинность двух противоречивых суждений. То есть они перестают быть противоречием при разложении логического субъекта в мета-теории. До этого понятно все? Есть вопросы? С отрицательной кризисом это какой противоречивый? Риммано-Лобачевского. Риммано-Сположительная, Риммано-Сположительная, Лобачевского-Сотрицательная. Это Лобачевского, да. Игорь, ты что-то хотел сказать? Ну, такой. То есть, еще раз концентрирую внимание. То есть у нас есть два. То есть чаще говорят, что это же не противоречие. Нет, оно противоречие, потому что мы изначально, когда формулируем это противоречие, у нас логический субъект один – пространство. Мы не знаем, что есть пространство отрицательное и положительное. Просто пространство. То есть, скажем, до Лобачевского, до Риммано и до Гаусса не было понятия о какой-то кризне, пространстве. Вообще что-то может быть другое. Поэтому было противоречие. Если бы мы имели обратную логику, мы должны бы предположить так. Это противоречие должно быть разрешено неким спекулятивным суждением, которое заключается в том, что мы должны разложить наш логический субъект на два или более логических субъекта. И тогда эти суждения перестают быть противоречивыми, при этом сохраняют свой смысл. Попробую еще на одном примере показать. Это типичная логика геев. Нет, это не типичная логика. Ну, скажем так, есть статья на английском и на русском. На русском она где-то там у меня опубликована. Именно этот пример с прямыми, с геометрией Лобачевского. Где? В статье. Есть статья, называется «Обратная логика» на английском в европейском журнале одном, а на русском она где-то у меня на каких-то сайтах, на моем можно найти, на философском штурме. Так это там делалось с этим примером и рассматривалось? Да, и там есть большой пример с Гегелем. То есть вот после этой вводной части и на примере с параллельными, там большой разбор вводной части с Баептиена «Ничто» у Гегеля рассматривается. На примере обратной логики. Сейчас это рассматривать не буду, потому что это нудно, долго и очень сильно нагружает. Нужно читать глазами, потому что там каждое предложение нужно вот вычитывать. И тем более там не все не бесспорно. То есть вот как Булат мне давно пытался предъявить претензию, что бытие «Ничто» не является противоположностями. Это вполне возможно, допустимо. А, кстати, два тезиса «Ирклида» и тезис Лобачевского. Нет, здесь четко написано. Но существует такое пространство, при котором можно провести одну прямую через точку параллельную. Существует такое пространство, через которое можно провести не одну. А, вот так? Вот так, не одну. То есть я ставил значок «не», я говорю «сколько». Поэтому это чистое противоречие. И ответ, это не является противоречием, потому что пространства эти разные. То есть до того, как мы это не знаем, это противоречие. Но для того, чтобы узнать, что это не является противоречием, нам нужно сначала сгенерировать какое-то спекулятивное суждение, которое не следует из этих. То есть здесь важно что? Что наше спекулятивное суждение логически из этих не следует. Мы должны его предположить. А когда мы его предположили, то тогда они автоматом становятся непротиворечивыми, эти два. Вот второй пример. Подвиг здесь в том, что мы... Потом расскажу, что мы... Нет, подвиг... То есть на данном уровне подвига нет, подвиг будет попозже. Это один из... Ну, кстати... Создание нового. Вот, да-да. Кстати, точно такой же в конце я расскажу про Пирса. Там тоже вот такой вот подвиг в чем. Ну, Пирса долго обсуждают с его абдукцией. Это расширенный вариант абдукции, вот это, что рассказывают. Значит, берем другой пример. Философия есть наука, философия есть не наука. Чистое противоречие. Значит, нам нужно разрешить это противоречие. Ну, в принципе, мы все понимаем, что он действительно наука и не наука. Вот как-то так, да? Чтобы более четко понять, в чем она наука и не наука, значит, действуем по той же схеме. Нам нужно создать некоторое спекулятивное суждение, в котором наш логический субъект разделялся бы на два составляющих, на два логических субъекта. Значит, философия есть мышление мышления. Вот такой тезис. Либо предметом философии является философское мышление. Предметом философии является философское познание. Ну, короче, философия – это мышление мышления. Значит, мышление мышления. При этом первое мышление – это у нас будет философский метод. А второе мышление – тоже философское мышление, которое мы мыслим его. Это будет предмет. Философский предмет. То есть у нас есть одно и то же философское мышление. Оно является и предметом, и является методом. И при этом у нас распадается одна философия, один логический субъект распался на два. При этом она остается, я имею в виду, самым философским мышлением, философией. И тогда мы получаем, что философия, философия, как метод, как рациональное мышление является наукой. Если мы будем противоставлять ее искусству, религии, как рациональный метод – это наука. Но если мы возьмем философию как предмет, то этим предметом является наше частное личное мышление. Мы не можем мыслить философски чужое мышление. И поскольку это единичный предмет, невоспроизводимый и уникальный, то это не наука. То есть к этому не стоит относиться как к философии. То есть это правильно или неправильно, является ли предметом философии, совофилософское мышление или нет, не об этом спор. А это демонстрация, что как можно, имея противоречия, формально найдя разложение логического субъекта на две составляющих, получить... То есть вот эти суждения у нас были не истинные, не ложные, а вот эти – оба истинные. То есть получить два истинных суждения. Что здесь прежде всего замечательно? Замечательно не в смысле прекрасно, а на что стоит обратить внимание, на что заметить? Значит, что у нас истинность передается, в отличие от стандартной логики, не от первых суждений к последующим, а наоборот, в обратном направлении. То есть мы должны говорить, что два исходных суждения будут истинных только тогда и тогда, когда истинным будет спекулятивное суждение, и его истинность передастся этим суждениям. То есть вот в этом заключается обратность. Что это, по-друге, иначе говоря, победители не судят? Или применительно к Путину это метод Путина? Ну, я не готов, да, я не готов. Ну, а как из чего? Давайте я какую-то критику бы, наверное, уже бы интересовал. Нет, здесь… Дело в том, что на самом деле суждение не имеет никакого смысла вне своего контекста. Мы все прекрасно понимаем, что человек может произнести какое-то суждение, мы его начнем, допытываться, а что это значит, а что это значит и прочее. Фактически то, что представлено как обратной логикой, есть не что иное, как уточнение смысла суждения, и все. И как бы философия не наука, просто уточнил, в каком смысле она не наука, и философия не наука, и… Нет, 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 Булат, я говорю, не стоит вникать в смысл вот этих примеров. Нет, я не хочу даже примеры критиковать, я просто имею в виду, что фактически речь идет об уточнении смысла суждения. Нет. Смысл осуждения… И как в смысле пространства, уточнение… О каком пространстве идет речь? Смысл осуждения должен всегда учитывать, какое пространство? Булат, Булат, Булат. И любое. Булат, начну с первого замечания по поводу, что суждение всегда в некотором контексте. Вот по поводу противоречия, это не канает, потому что противоречия абсолютно всегда. То есть если я написал «П» и «С» «Логический субъект есть П» и «Логический субъект есть не П», то что бы вы ни подставляли, что бы вы ни думали, это противоречия. Противоречия абсолютно. — Формальная. — Формальная. — Мы говорим о формальной, не только говорим о формальности. — Я вам сказал, что здесь аналитическая философия. — Здесь логика. — Нет, я понимаю, что логика. Просто для того, чтобы суждение было осмысленным, оно должно быть уточнено абсолютно. — Все, абсолютно. В данном случае мы не говорим об осмысленности, мы говорим о чисто логике. Что интересно, что в отличие от истинности и ложности, противоречие абсолютно. Истинность и ложность. Вот мы берем и спрашиваем, а истинно или ложное это суждение. — Значит, в этом случае... — Истинно оно может быть только в какой-то конкретной теории. — Согласен. — И ложное, только в конкретной теории. — Получается, что противоречие — это некого рода псевдоэффект. — Нет, не псевдоэффект. Это абсолютный. Это не эффект вообще. Это абсолютная данность, которая присутствует в нашем мире. — Все примеры, которые были, как раз показывали, что она является псевдоэффектом. — С точки зрения смысла всегда оказывается так. Но с точки зрения логики, когда мы выделяем противоречия и не знаем ничего, оно абсолютное. Ну, в принципе, естественно, что любые противоречия разрешаются. — Значит, что мы интересного здесь можем сказать? — Ну, прежде всего, значит, что у нас есть суждение 1, ну, я не буду расписывать, суждение 2, противоречащее друг другу. Нет значка противоречия, не знаю, я буду рисовать так. И есть некоторое спекулятивное суждение, которое мы предполагаем истинным, предполагаем его истинность. И если мы, предположив его истинность, вот из этих суждений следует истинность вот этих суждений. Значит, что здесь интересного? — Прежде всего, в отличие от других логик, мы не делаем из самого противоречия никаких суждений. И поэтому оно допустимо. — Что замечательно, вот еще раз повторю это слово в обратной логике, что здесь процедура переноса истинности отделена от процедуры получения нового суждения. У нас в современной логике всегда так, что вот когда мы пишем «А» следует «Б», то есть если мы признаем, что «А» истинно, то из этого следует «Б» истинно. То есть процедура получения нового суждения совпадает с актом переноса истинности. В данном случае… — Нет, почему? «Б» может быть не истинно. — Нет, 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 если в логической системе из «А» следует «Б», если «А» истинно, то «Б» истинно. — Ну это таблица истинно. — То есть у нас в логике, в современной, нет развлечения процедуры получения суждения и переноса на него истинности. То есть если я получил суждение, то автомат перенес на него истинность. Если это было и сложно, то потом я выясняю, что «А» — ложное. Это «А» — автомат становится «Б» ложное. То есть перенос истинности… — «Б» может любой быть. — Перенос истинности и создание суждения. Вот здесь получается так, что у нас имеется два неопределенных суждения. Мы не знаем, какое из них истинно или не истинно. Предполагаем, и истинность переносится из будущего, из спекулятивного суждения. И делает их оба истинными. Оба истинными. То есть мы получаем истинность от последующего. Если мы допустим, что вот здесь у нас еще одно суждение, отрицающее вот это. Опять получилось некое противоречие. Чисто уже по генею идет. Мы делаем еще от отрицательных суждений. Делаем следующее спекулятивное суждение, которое истинность переносится. Я сейчас не могу построить такую систему, даже примера не знаю. Но, допустим, гипотетически, если мы сможем построить вот такую цепочку, то, скажем, вот это суждение само было спекулятивным для двух предыдущих суждений. То есть истинность всего этого потока, всего этого логического рассуждения будет зависеть от самого верхнего суждения. Вот это обратно, собственно. Да. В отличие от того, как мы берем стандартную логику, то истинность зависит от примитого априори суждение, саниматического. То есть такая самая ситуация. То есть все равно истинность зависит от принятого на веру некоего суждения, Но в обычной логике это суждение лежит в основании, а в обратной логике это суждение лежит в конце. Вот насколько мы верим, что это суждение истина. Настолько будет вся цепочка вниз. истинность передается по цепочке вниз. И если предположить, что можно реализовать идею Гегеля и в конце получить исходное, то это будет реализация зацикленной логики, когда исходное суждение, тождественно конечному суждению, и их истинность подтверждается их совпадением, а истинность всей цепочки обусловлена связью с зацикленностью. Знаете, в чем проблема состоит? Проблема с общностью. Дело в том, что принято рисовать такие схемы, когда наверху более общее понятие, чем внизу, тогда более конкретизирует вверху. Да, да, да. А у вас не так, у вас наоборот. В данном случае, скажем, вот это зацикливание, это не является некой гипотезой, некий кивок в сторону Гегеля. Нет, дело в том, что у Гегеля та же проблема, естественно. Та же проблема, да, да, да. Я просто сказал, что если бы, вот Гегель об этом мечтал, и вот здесь можно на этом помечтать. Но в принципе, в принципе, вот эту связку можно не рисовать, она не важна. Естественно, что в чем проблема? Если мы в стандартной логике принимаем аксиомы и дальше формально выводим всю цепочку, то здесь мы творческий акт, то есть прием аксиомы – это творческий акт. То есть мы как-то верим, или творческие у нас прозрение какое-то, мы принимаем некие аксиомы. И от правильности выбора аксиом зависит результативность всей логической цепочки, всей системы. Здесь мы фактически применяем творческий акт на каждом шаге. То есть каждое спекулятивное суждение, а это есть некий наш творческий акт. Но в отличие, скажем, от аксиом, которые единожды раз приняты, то здесь этот творческий акт, он уже привязан ко всей цепочке рассуждений. Тоже проблема со света. Зачем вообще такой творческий акт предпринимать, если смысл суждения все равно конкретен? Зачем брать какие-то абстрактные два суждения, какие-то оторванные от всего, которые просто противоречат друг другу только в силу самого способа выражения, а не по факту. И потом пытаться найти способ, как их развести. Я объясню, Булат. Дело в том, что это проблема. Я разговаривал с логиками и с физиками, и все они хором говорили, что да, 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 нужно эту идею развивать, потому что это единственный способ формализовать творческий акт. Единственный способ. То есть в обычной логике, при выводе, при котором истинность переносится при создании суждений, ничего нового в принципе получиться не может. Потому что мы и не рассуждаем формально. Мы не рассуждаем, да. И поэтому, когда мы говорим, что я упоминал несколько раз Пирса, его абдукцию, Пирс точно так же говорит, что вот у нас есть некое суждение, но он не о суждении говорил, он ведь набор фактов, набор данных. И до Пирса считалось, что у нас есть два метода рассуждения, индукция и дедукция, да. То есть мы можем из некого набора что-то выводить, и он пишет, что это ничего нового не получится никогда при дедукции. И либо индукция. Мы берем некое множество и ищем нечто общее. И выводим некий общий предикат, но поскольку он и так существует в этих данных, то тоже ничего нового. И он ввел еще, кроме индукции и дедукции, понятие абдукция. То есть когда я ввожу некоторую гипотезу, которая объясняет, якобы объясняет, вот этот набор данных, или это исходное суждение, и если оно его объясняет, тогда я... То есть, скажем так, там было... У него вообще действительно очень много запутанного. То есть если я выдвигаю некую гипотезу, которая может объяснить, я ее принимаю за истинную, и тогда я ее могу поставить вот сюда, как истинную, и из нее уже предположить, что выводится вот это суждение или множество этих данных. То есть люди болеют, да, миноваты и бессы. Значит, гипотеза и бессы как бы оправдывается тем, что люди болеют, так что ли? Ну, где-то так. Но если не шутить, они действительно научные. То есть он... Вообще-то говоря, все Евангелие этим пронизано, что болезнь это как влияние бесов. Сейчас, ну, дело в том, что показать это невозможно. То есть если ты, скажем так, ты предполагал... Вернее так, ты должен предположить, что влияние бесов это истина. И тогда из этого должны следовать... Даже современные некоторые... Да, из этого должны следовать выводы. Но из этого никаких выводов не делается, поэтому это, скорее всего, индуктивный вывод, а не абдукция. За абдукцию хватились когнитивисты, желающие построить искусственный интеллект. Вот они с ней возятся. То есть и вводил пирсабдукцию именно... То есть некую гипотезу, которую я предполагаю, и из предположения истинности я делаю вывод о исходных данных. То есть здесь тоже такая вот некая обратная логика. Единственное, что у него не стояло противоречия в исходном и не шла речь о переносе истинности. То есть гипотеза после того, когда была доказана, что она истинная, она ставилась в начало. То есть дальнейшая теория строилась как бы нормальным путем. И основное понятие здесь, конечно, творчество. То есть можно себе представить, вот как мы мыслим. Если человек занимается наукой, занимается той же философией, у него... Он ничего никогда не сделает, ничего не сообразит нового, не придумает нового, если у него заранее не существует некой в будущем полуготовой идеи, какого-то ощущения, что уже готово, что есть. То есть на это опирался и Пирс, что мы должны сначала иметь нечто в будущем, нечто, то, что мы должны получить, и из этого то, что мы должны получить, должны сверять истинность наших ходов. То есть творчество всегда заключается не в том, что я беру некое истинное суждение и иду дальше, надеясь получить что-то в конце, в результате ничего не получу, а то, что я предполагаю некую истинность в будущем, в своем будущем результате, некий результат предполагаю истинным, и его, используя этот результат, хотя он еще смутан, не сформулирован, но он у меня есть, его использую для обоснования истинности своих суждений текущих. То есть творческий процесс всегда идет при наличии результата уже в будущем, когда он предполагается просто вот сидеть на бумажке и выводить что-то, ничего никогда не получишь. На это направлена и абдукция, и об этом же обратная логика. Просто проблема состоит в том, что когда результат получен, можно спокойно сформировать какую-то логику. Как это было? То есть можно, например, как бы получить формулу, а потом... Да, 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 да. У Пирса именно так. У Пирса именно так, потому что у него после получения и доказательства, то есть подтверждения, что гипотеза верна, получается нормальная теория. В обратной логике. Как получить это будущее? А вот откуда, догадайся. Вот в обратной логике. То есть у него, во-первых, не было... У меня хоть в обратной логике хоть какой-то механизм есть. То есть есть какое-то формальное правило, что мы должны найти такое суждение, в котором происходит расщепление логического субъекта противоречивых суждений. То есть есть правило, да, по которым... Есть некоторое правило, которые ты можешь... Некий аппарат. Возможно ли... То есть несколько человек брались пытаться это формализовать, то есть занимающихся логикой, но ничего не получилось. Не знаю, возможно ли это, невозможно. Но вот именно евристическое значение обратной логики то, что... В каком направлении нам искать, что нужно двигаться, переносить истинность из будущего в прошлое, а не из прошлого в будущее. Вот. И еще было, в отличие от Пирса, хотелось сказать, что это касается философских теорий больше, а не формально-логических. Потому что противоречия, вот реально в теории присутствуют только в философии. Не, политическая практика. Да, еще политические... Там все-таки разнесены. То есть когда мы говорим о парадигмальном уровне, вот парадигмальном уровне, у нас есть теории научные, политические, социологические, этические, эстетические, религиозные. У них есть суждения, которые противоречат друг другу. Но они существуют мирно, поскольку они разделены границами логическими и не пересекаются. Но философия, как нам бы хотелось, теория, которая описывает общее познание, все познание, она должна соединить все эти теории, и поэтому она включает в себя противоречия как необходимые элементы. Она не может описать отдельно одну политическую теорию от другой. Она описывает всю совокупность политических теорий, и поэтому она должна объяснить, а почему там есть противоречия, и включить в себя противоречия. Не только теории, еще и практика в политике. Это от видения будущего. Да, и поэтому подход через обратную логику хоть как-то, хоть какой-то намек дает, потому что до этого не было ни малейшего намека, как нам работать с противоречиями. Как нам и с противоречиями... То есть правильно Игорь говорит, что действительно она оказывается мнимым. Но это мы говорим ретроспективно, когда мы уже знаем развитие науки. Вот наука развивалась таким способом, что появилась мета-теория Ловачевского и Риммана, которая ввела понятие искривления пространства. То есть это мы уже смотря со стороны и сверху. Но если бы мы обладали обратной логикой еще до, и со мной с этим противоречием, мы могли бы, может быть, и сами придумать, что нам делать. Нам нужно, значит, пространство, что-то с ним сделать. Вот расщепить его на два других пространства. И тогда противоречия исчезнет. Ну, вот еще такие вопросы. Ну, я просто хотел добавить, что не так неправы аналитические философы, когда говорят, что многие философские проблемы, они говорят, что все, конечно, являются псевдопроблемами. То есть в данном случае вопрос о разрешении противоречий, это на самом деле псевдо-задача. То есть такой задачи нет. Потому что изначально они разнесены. Нет, Булат, философии, они не разнесены. Они разнесены... Долгое время люди возятся с этим противоречием, но нет такой проблемы. Потому что изначально надо определить термины, и сразу-сразу противоречие разнесутся на самом деле. Этих проблем нет только тогда, когда мы остаемся в рамках западных формальных систем. И тогда проблема противоречия заключается либо в том, что исключить противоречие, либо показать, что в ту сторону нельзя двигаться. Но у нас есть куча проблем, которые не решаются в рамках формальных систем. Вот еще проблема. У нас существует проблема описания творчества, проблема создания, скажем, того же, в кавычках, искусственного интеллекта. И вот при этом мы всегда сталкиваемся с противоречиями, которые не могут быть исключены. Проблема-то составляет логическим противоречиям. Игорь, понимаешь, вот в том-то и дело, что вот когда я рисую вот до... Рисовать можно все, что угодно, просто всякий раз у нас то, что А и Б, это разные. Нет, когда мы дошли до противоречия, вот дошли до... Оно противоречие. Мы еще не знаем, что оно ложно. И машина сломается, зависнет. Потому что нам нужно сделать некий шаг вперед. Некий шаг вперед. А вывода из противоречия мы не можем сделать. Но это как бы неполнота знания. То есть противоречие от неполноты знания. Но это и есть противоречие. Нет. Оно есть всегда противоречие. Противоречие абсолютно. А там не уточнены термины. Можно же бесконечно уточнить термины, и каждый раз... Там же исторические дела же было иначе. Волочайно исторически на протяжении тысячелетий пытались доказать пятый постулат Эфклида. Не удалось его доказать. И появилось противоположное утверждение. А не так, что здесь и Алабачевский рядом... Нет, ну конечно, это условность там... Принципиально некорректно. Присходит прямо обратный способ. Нет. Пример очень хороший. Потому что есть два суждения, противоречащие друг другу. И способ их разрешения, который вписывается именно в схему обратной логики. Создание суждения, которое щепляет субъект логический. То есть чисто формально. Здесь в данном случае взгляд на эти примеры... То, что там по содержанию было не так, и поисторически было не так. Это не важно. Важно то, что есть некий механизм, который позволяет нам... А как же это происходит? Как же происходит творческий процесс? То есть я не просто думаю куда-то как-то, а я вот более-менее конкретно... Какая-то канализация мышления творческого. И эти суждения, будучи противоречивыми на этом уровне, с мета-уровня, они не противоречивы. Они же не противоречат друг другу. Но они остаются в системе как противоречащие. В каком-то смысле это действительно... Александр правильно показывает, что когда возникает какая-то несуразность, можно попытаться уточнить термин, и из этого может возникнуть более точное суждение. Но где же подвиг-то здесь? Нет. Другое дело, знаете, что мне больше всего как бы здесь напрягает? Не то, что... Представь, у меня такую хрень, был освоен бюджет, были защитены диссертации, вот именно вот на эту хрень. Как же это надо... Нет, я хотел что сказать. Я хотел сказать, что если люди считают, что противоречие это важно, и как бы говорят, что они должны быть, а не просто считать, что это все проблемы... Тогда возникает... Тогда возникает... Противоречие... Желание от того, что эти противоречия, это не просто так, они есть в природе, в обществе, и что они какие-то двигатели какого-то прогресса, на них начинают навешивать все, что только можно. Мы же знаем, что как бы из противоречия можно вывести все, что хочешь. И вот они отбыводят все, что хотят. Поэтому, в принципе, для нас, для людей, запретить надо вообще противоречие. Если они есть, то считать их либо псевдопроблемой, как в философии, либо как бы избавляться, вот как, например, Александр предлагает. Ну, как в любом случае, противоречие для нас это нечто неосмысленное, иначе мы, когда пожинаем, это до плоды вот этого марксизма-ленинизма. Да, мы еще не знаем. Где на самом деле противоречие движут вперед, где почему-то там буржуазии, протеатрят, находятся противоречии, духовно-материально находятся противоречии и прочее бред. Ну, с Диаматом, конечно, это отдельная история. Там с противоречиями они вообще не дружат. Они разговаривают постоянно противоречиями, никто не может сказать. Нет, у них это любимая тема, у них же самая главная. Да, да, да. Это отдельно, мы уже обсуждали это. Игорь, я не знаю. Действительно, в логике очень большая проблема с противоречиями существует и как-то ее пытаются разрешить. И она... В логике она же имеет одно и то же попрещение. Это, например, А есть Б и одновременно с высказанием А есть не Б. Не Б, да. Когда одно высказание верно, второе ложное. Да? А что здесь предлагают сказать? Они предлагают сказать, что у нас здесь в первом высказании может быть А, но во втором это будет А1. Конечно, мы тоже так окажем. А равно... Да, да. А А1 равняется не Б1 и радуются. Нет. А чему радоваться? Игорь, я тебе скажу... Какая мысль такая великая? Да нет, Игорь, я тебе скажу, чему радоваться. Козыгода нет. Ну... Если мы имеем некую логику, используем эту логику для программирования, да, и вот до того, пока мы еще не выяснили, что это не А, А, А1, А2, у нас будет противоречие. То есть нам нужно каким-то образом не зависеть машину до того, пока мы выясним. Ну, еще помогает... Ну, боже мой! Не, не, подожди, Александр правильный говорит, что программирование это реальная проблема, наверное. Там же определяет... Не, реальная проблема. Там перемены определяют ведь конкретный способ каким-то. Да, да, да. Так, вполне может случиться... А потом опыт, типа... Одна и та же перемена определена противоречивым образом. Не, не, не. А потом опыт у тебя противоречие, компьютер завис, компиляторы не компилируют, интерпретаторы не интерпретируют. Два вывода. Первый вывод. Это означает, что это, что это, блин, первое, что у тебя здесь обратная логика. А второй смысл. Это означает, что программист дебил недоописал одну переменную. Нет, все программисты дебилы. В одной программе. Вот это, вот это. Нет, я... Ну, почему ты исключаешь такой вариант, что здесь действительно... Берем же того же Гёделя. Ну, допустим, что настолько сложная система, что программист не виноват, а противоречие возникнет. И противоречие возникнет, ну, как антиномия у Канта. Они возникают, ну, вот, объективно возникают. Ну, как не виноват? Выбрал такую профессию? Ну, это... Вот. И тогда, допустим, ну, гипотетически допустим, что действительно удалось каким-то образом реализовать вот ход с обратной логикой. Тогда что делать? Компьютер контролирует противоречия, уходит под программу, которая анализирует весь массив, и работой перебирает такое суждение, перебирает некие суждения, из которого будет след, расщепляющие логические субъекты, и из которого будет следовать истинность обоих, разрешить противоречия. И вот с этой стороны его не разрешишь, ты уперся в него. Значит, нам нужно перейти на мета-уровень. То есть я вполне себе представляю, что это, ну, конечно, не так, ради фокуса. Это же не способ. Вот есть задачки, понимаете, контрольные задали, ты первый вариант, ты их решаешь, а второе, когда ты их решить не можешь, ты на мета-уровень переходишь. Но у человека, ну, у человека, у человека остается уже два после этого. Вы сказали, добрый злодей, да, на самом деле? Что делает компьютер? Он думает, ну, не может быть злодей-дурой. Значит, здесь два человека. Один добрый, а другой злодей. Что-то делает, что не работает. Откуда берется мета-уровень? Из какого множества берется мета-уровень? Ну, это творческий. Мета-уровень творческий создается, как и любая мета-теория, создается с нуля. Вот откуда берется она? Нет, не потеряем. То есть мы знаем, что все противоречия разрешаются творческим способом. Откуда будет компьютер, брат? А, нужно как-то каким-то образом предложить ему. То есть, скажем, я могу ответить в своем стиле, в смысле, в своей парадигме событийной антологии. То есть нужно взять более темпоральный отрезок и на этом построить мета-уровень. Мета-уровень всегда более темпорален, чем текущий уровень. Но будет где-то новое? Новое это будет с точки зрения того субъекта, который смотрит. Естественно, это не будет новое. Мы же, грубо говоря, внутри все равно, а остается старое. Старое у нас остается, конечно. И тогда новое все равно не родится. Нет. Новое рождается в субъекте всегда. Вот субъект чего-то не знал и узнал. Это новое. То есть когда мы... В мире у нас нового не рождается, вот так. Но когда кто-то открывает какой-то закон или что-то... Новое произведение искусства, это не значит, что в мире новое. А это новое субъектное творчество какое-то. Ну, скажем, мы не видели, не знали, что такое жизнь, а знали только химизм. Ну, жизнь была, а вот вдруг разглядели ее, увеличив свой темпоральный взгляд. Ну, это отдельная тема. То есть новое... То есть, скажем, могу ответить на... Мета-уровень всегда возникает при расширении темпоральности, на которой рассматривается система. Решение темпорального взгляда. Там появляются новые закономерности. Все.